Не так давно пришедшие к власти вчерашние оппозиционеры анонсировали принятие непопулярных решений. На состоявшейся сегодня пресс-конференции глава Департамента экономического планирования и финансовых расчетов Национальной акционерной компании «Нафтогаз» Юрий Ковбушин сообщил, что с 1 мая цены на газ для населения вырастут пока на 50%. Для коммунальных предприятий повышение цены планируется на 40%. Для них газ подорожает только с 1 июля. По информации, предоставленной сегодня чиновникам «Нафтогаза», повышение стоимости с 1 мая является только первым из нескольких запланированных по времени. Это будет продолжаться до 2018 года. График постепенного роста цены будет представлен населению в специальном постановлении правительства. По словам Ковбушина, не исключена возможность, что до момента публикации окончательной редакции постановления некоторые показатели изменятся. Как известно, повышение стоимости на газ было требованием Международного валютного фонда для предоставления украинскому государству кредита. Анализ, проведенный экспертами фонда, продемонстрировал, что сегодняшние цены на голубое топливо покрывают только 20-30% госрасходов на его закупку. В прошедшем году бывший президент Украины Виктор Янукович не пошел на такие меры. Теперешние же главы государства заявили, что другого выхода из сложившейся ситуации у них не имеется. По этой причине они вынуждены принять все условия Международного валютного фонда, так как других источников наполнения на удивление дырявого бюджета нет. По сообщению нового главы национального холдинга «Нафтогаз» Андрея Ковалева, на сегодняшний день непогашенная задолженность перед российским гостомом за поставленный газ составляет 1,7 млрд долларов. Задолженность существует уже давно и стала фактически привычной ситуацией. В качестве выхода из ситуации возможен выпуск еврообликаций, но спрос на них вряд ли будет недостаточным. Продолжение следует...